Аэропорт Уфа теперь может принимать воздушные суда любых габаритов. Это стало возможным благодаря открытию новой взлетно-посадочной полосы. Воздушные ворота столицы республики также подтвердили свое соответствие европейским стандартам и вошли в десятку лидеров по объему перевозок в России. Крупногабаритным самолетом теперь есть где развернуться. 45 метров в ширину и почти 4 километра в длину. Новую взлетно-посадочную полосу аэропорта Уфа уже успели оценить пилоты отечественных и международных авиакомпаний. Отныне через воздушные ворота Уфы ежедневно сможет проходить до 120 судов. Теперь мы можем принимать помимо самолетов малофюзеляжных, широкофюзеляжные самолеты типа Boeing 747, Boeing 3-7, аэробусы такие как 330-е. Ну и соответственно наши отечественные самолеты с большой грузоподъемностью, такие как Ан-124. Открытие второй полосы это еще один этап реконструкции аэропорта Уфа. Территория меняется до неузнаваемости в связи с предстоящими международными саммитами. Международный терминал увеличивается в 4 раза, идет реконструкция аэродромных сооружений и ограждения. Воздушные ворота Башкирской столицы поднимут до европейского уровня. Авиационный комплекс уже стал первым региональным аэропортом, подтвердившим соответствие мировым стандартам. А сейчас еще и вошел в десятку крупнейших в России по объему перевозок. Важно, что ни реконструкция международного терминала, ни модернизация аэродрома не повлияли на обслуживание пассажиров. Именно благодаря открытию второй взлетно-посадочной полосы, воздушные сюда совершают рейсы по запланированному летнему расписанию. Сразу после введения в эксплуатацию второй полосы, первую закрыли на реконструкцию. Здесь будет вестись работа по обновлению стоянок для самолетов. В Уфе давно назрела необходимость приема широкофюзеляжных воздушных судов. Аэропорт является запасным аэродромом в радиусе тысячи километров. Его услугами пользуются более 40 авиакомпаний. В настоящее время уже разработан второй этап реконструкции. Предусмотрено усиление несущей способности ВПП-2 и усиление мест стоянок воздушных судов. То есть после реализации данного проекта аэропорт сможет работать полностью без ограничений как по массе, так и по срокам. Усиление дорожного полотна позволит увеличить прием воздушных судов. После полной реконструкции территории также будут сняты все погодные ограничения для взлетов и посадок. Пассажиропоток возрастет с нынешних 200 до 800 человек в час. Строительство международного терминала планируется завершить к концу года. Но на этом широкомасштабные работы не завершатся. Задача специалистов – сделать аэродром Уфы привлекательным для всех международных авиаперевозчиков.